Что ж, ребят, всем привет! С вами ваш Робо Пингвин или Борислав. Что ж, ребятки, это обзор на Смертокрыло. Сегодня немножко, конечно, задержка, но сегодня посмотрим на его таланты, способности и проработаем возможный момент. Что ж, давайте, ребятки, давайте с ним познакомимся. Первый его талант это Жаркая Памя. Естону 10 энергии, КД 3 секунды. После полозы в полторы секунды Смертокрыло выдыхивает потоки огня, наносящий 46 единиц урона раз в 1,125 тысячных секунды и также обогащает 330 единиц энергии в секунду. Выглядит это вот так. Следующий талант. Испепеление. Затрата 15 энергии, КД 4 секунды. После паузы в 0,75 секунды Смертокрыло замахивает крыльями и наносит 175 единиц урона, находящегося поблизости противника в данной области. Также в облике разрушителя миров это идёт выброс лавы, который создаётся и наносится урон. Также замедляет противника, который мы тоже разберём. Данная способность выглядит следующим образом. Так, не планировал его надеть. Так, Смертит. Смертит. Тихо. Следующая способность. Налёт. 23 энергии, КД 5 секунд. После паузы в 0,5 секунды Смертокрыл совершает рывок в указанном направлении, нанося 88 единиц урона, также замедляя цель на 35% на 2 секунды. В конце рывка Смертокрыл кусает противника и наносит при этом 164 урона. Видите, это вот так вот. Что ж, разберём ещё способности. Сменяем облик. Так, что ж, давайте дополнительные способности разберём. Потом перейдём к Эспекту. Выбросла вам 20 энергии, КД 6 секунд. После паузы в секунду наносит 66 единиц урона в области противника. Также поражает и создаёт область магмы, которая наносит 35 единиц урона в секунду. Измедляет также противника на 35% действия 6 секунд. Видите, данная способность? Ой, прошу прощения. Нет указа. Видите, данная способность следующим образом. Следующая стала разлом. Использует 25 энергии, КД 12 секунд. Смертокрыл раскалывает землю, нанося 175 единиц урона. Также глушая поражённых противников по направлению на 0,05 секунды. Это выглядит следующим образом. Вот. Что ж, разобрали мы его способности. Также облик. Ему доступны два облика. Это сокрушитель и разрушитель миров. Каждый со своими наборами базовых способностей. То есть, данная способность у обоих обликов остаётся. То есть, меняется только второй и третий спелл. Также испепеление наносит урон противника вокруг Смертокрыла. Это налёт. Полёт дракона мы сейчас тоже разберём. И совершает рывок в сторону противника. Выбор славы. Ну, это дополняет способности, какие заменяются. Также давайте посмотрим аспект смерти. Смертокрыл обшит четырьмя пластинами, каждый из которых даёт 10 единиц брони. У нас 4 пластины по плашке хп разбиты. Это 40 брони. Которые теряются каждый раз, когда Смертокрыл теряет 25% от здоровья. Одна из пластин отваливается. Применение полёта дракона восстанавливает пластины в количестве, зависящей от уровня здоровья в момент приземления. Смертокрыл могущественный дракон. Аспект с потрясающей недержимостью, который наносит 100% дополнительного урона от способностей героя, но с презрением относится к союзникам, игнорируя положительные эффекты и их способности. Но также большинство способностей, часть не действует на него. Теперь полёт дракона. КД 45 секунд. После паузы в 3 секунды Смертокрыл взлетает. В небо становится невоспоряющим ко всем эффектам. Также восполняет себе до спины здоровья в секунду. И после перемены полёта дракона, его невозможно привать. Когда Смертокрыл получает урон, либо использует автоатаки, или способность полёта дракона становится недоступным на 4 секунды. Это будет примерно вот так. Я хочу, чтобы у него босс сейчас неоспластимый. и я покажу, как она устанавливается. Одну достаточно. То есть мы подрались, полёта нет. Залетаем. Он летит достаточно долго, на самом деле. Также, как видите... А, это в каком поступе мы приземляемся? Странно. А, надо выбрать. Чё? Можно только на просвеченную зону. Ну, не знал. Будем знать. И вы сразу в том облике, который мы выбрали. И пластинка мне восстановилась. Что ж, есть ещё ультима. Это игроз, который откатился. Он у него одни, ребята. На десятом уровне. Вторая способность. У него активный талант. КД ульты. 90 секунд. После паузы в 2 секунды. Сметрилол летит в указанном направлении. Наносит 197 единиц урона. При столкновении и оставляя горящую область. Которая наносит 96 единиц урона в секунду. Время действия ульты. 6 секунд. Вот это всё выглядит примерно вот так. Ну, простите, что немножечко всё так разъясняли ещё что. Но знакомимся с героем. Что ж, ребятки. Всё, наконец-то мы всё посмотрели. Давайте посмотрим его таланты. Первый талант. Душа дракона. Сокрушение испепеления. Восполняет смертокрылую здоровье. В имя 75% от урона. Наносит героями. Это в облике сокрушителя. А в разрушителе миров. Выброс лавы. Он восполняет смертокрылую здоровье в объёме в 50%. А не всё на геркум героям урона. Это мы можем щелять как раз в облике лавы и просмотреть. А я не тут лавы. Простите, правоту. Ну, как бы у меня сейчас фулл хп, я думаю. Так, и ещё раз. Похиль. Во, всё, хилимся. Так. Так, следующий талант. Это раскалённая кровь. Пока у вас смертокрылая не менее трёх пластин брони. Он восполняет себе 0,4% от максимального запаса здоровья. Это мы можем сейчас увидеть. По хилочке. Тут дополнительные 13, как видите. 12, 27. У него здоровье. Это регенится. Он создает способности достаточно быстро. По 25 единиц. Если мы сбасываем, стандартно у него, а не стандартно у него так же. Но он дополнительно не регенится. Хорошо. Так. Мощь дракона. Автотаки под героев исполняет 30% здоровья. От зависимости от урона. Теряя пластину в броне, сверху получает защиту на 0,25 секунды. Давайте посмотрим. Но это не геройный пластин, но мы от босса потеряем быстрее всего. Всё-таки 6000 ВП на 20 уровне это много. Вот я получил броню на время и вот так вот же мы хилимся. Что ж, следующий талант это сила преисподней. При уровне энергии ниже 75% жарчее пламя наносит на 75% большего урона. То есть, первые 25% энергии, которая тратится, мы будем наносить данной способностью повышенный урон. То есть, поедите, по 92. Дальше, а дальше... А, я его не выбрал. Установление. Давайте мне энергию устанавливаем. Вот, 127. И... Сразу держится постоянно, хотя должно было упасть по описанию. Ну да. Или во время активации тут имеется. А, активация, в зависимости, на каком уровне вы активируете. Я неправильно понял талант. Дальше. Волна жара. Сокрушитель... В облике сокрушителя. Поразив героя искуплением, Смин Бетерклэй наносит 35 единиц урона в секунду, находящийся рядом противники. В течении 8 секунд смирается до 4-х раз в облике разрушителя миров. Увеличивает урон от разрыва лавы на 20-25%. То есть, мы повышаем наш урон. Ну, такой достаточно интересный выпуск. Обычно. Да. Теперь ощутяюсь. Дальше. Шестой талант по списочку у нас идёт. Это Гнев Дракона. Это на наше умение. Как видите, талантов на умение много. Пока у Смертокрыла не более 3-х пластин брони, он наносит на 30% больше. То есть, когда мы потеряем проц... Эээ... Потеряем наши пластины. То есть, у нас автотака сейчас 383. Сейчас мы попросим босса снести нашу броню. Мы будем... Да, мы наносим уже 485. То есть, приятный процент. Но урон всё-таки на 20-м уровне, поэтому тут экспонент нам будет меньше на первых уровнях. Так, что ж. Следующий талант седьмого уровня. Это первые 2. Это на заточку. Второй для нашего третьего спела. Что ж. Огненная буря. Смертокрыл приземляется в брушевом... Все метеоритов, которые наносит 143 единицы урона, по противникам, оказывающие рядом с точкой приземления. Если метеориты поражают героев, время установления полёта сокращается на 12 секунд. Метеориты в первую очередь нацеливаются на героев. В любом случае... А в противниках в случае падают в родомы. То есть, если мы крипом, например, телепортируемся или на лесных героев, то есть изи хардкем, босс, то метеориты будут падать рандомно. Но! Если мы произведём взлёт... Тут проблема в том, что мы не видим, да? Давай. У меня откадешивается, то есть... То есть я, к сожалению, сейчас это не покажу. Тут... Метеориты падают в родомном случае, когда они... Есть, то есть мне бы сейчас поразили четыре героя. Простите, я просто героев отключил, чтобы они сейчас на меня не нападали. Ко мне не приходили, чтобы драки тут не были. Так, следующий талант. Это... Смертельное пике. Приземляясь на героев в облике сокрушителей или разрушителей миров, Семьер-Терпил осуществляет их энергетическую броню на 15 единиц на 6 секунд. Время уставления из базовых также способностей сокращается при этом на 2 секунды. То есть остальные способности, вот эти все, икодешцы меньше. То есть налет 3 секунды становится, искупление 2 секунды, а жертв и пламя 1 секунду. На самом деле, если вы используете эту способность, на самом деле, это достаточно сильно. Но показать я ее не могу, потому что, блин, крипов здесь нет, а переманить их я не знаю как. Ну ладно, ничего. Ну это, думаю, понятно, как это работает. Поэтому... Да, ну она, по сути... Так, дальше. И последнее, Кара Небесная. КД 10 секунд. Да, это на... После приземления применение поля дракона, Семьер-Терпил может сбрасывать метеориты в любой виде точки, нанося 127 единиц урона противникам, урожая их области, в области. Также максимум 3 заряда. Попав метеоритом в герой, смеер-Терпил восстанавливает себе 3% от максимального здоровья. Здоровье также сокращает время приземления на полторы секунды. Да, то есть это выглядит примерно так. А, это, наверное, в другом облике. А, не, этот полет. Перепутал. Перепишите в тени. Во, да. Это у нас выглядит вот так. В область. То есть мы можем дальше летать, пулять эти снаряды, либо же приземлиться и пойти дальше. на ваш выбор. Что ж, ребятки, а теперь рассмотрим наши ультимейты. Первое, это это сам ультимейт, а второе рассмотрим активный талант. Кстати, это, если не ошибаюсь, единственный герой с одним ультимейтом. Но я могу ошибаться. Так, сгорите в моей тени. При разрушении фарта крепости противника, катаклизм нагена восстанавливается. Периодический урон от катаклизма увеличивается на 100%. То есть, когда Т1, Т2 рушатся, у нашего ульта мгновенно восстанавливается, что дает возможность нам ее мгновенно использовать. Это потому, что на самом деле у нее кодек, как видите, очень большое. Вот, кстати, странно. Написано время восстановления 90 секунд, а у меня за 200. Это, возможно, какой-то банк. Ну, ей, либо же, либо опечатка в описании. То есть, это на самом деле хорошая способность, потому что поможет кодешить вам ульту. Достаточно, согласитесь, хорошая. Но сейчас оснастить это долго буду, поэтому я особо продемонстрировать не могу. Но, если вы снесете форт или крепость, то есть данность, то есть Т1, Т2, ульта вам вне зависимости от КД восстанавливается. Что ж, поэтому рассмотрим сразу же активный талант. В КД у него 60 секунд. После паузы секунду Смертокрыл издает рев, наносящий 55 единиц урона, находящимся рядом героям, и заставляя их бежать страхи от вас в течение 2 секунд. То есть, это примерно как ужас у Гул'дана, но более медленного действия. То есть, на короткое действие. Давайте на манекены. Вот. Ну да, ужас действует так же, но на большее время. Вот и все. У Гул'дана. Что ж, следующий талант у нас жар преисподний. Снижает стоимость жарчего плана на 10 единиц энергии в секунду. После применения жарчайшего плана, кстати, да, говорил неправильно, смертокрыл вовоспоставить себе 15 единиц энергии за 3 секунды. То есть, данная способность мы можем, по сути, кастовать вечно. Потому, через 3 секунды нам... Так, я взял этот талант. Да, снизила стоимость. А после применения, прошу прощения, я подумал, время немножко, как видите, давно не обзорил. Уже путаюсь. До смерти закрыл очень такой персонаж. Так, уничтожение в виде сокрушителя укус при налете замедляет противника на 60% на полторы секунды, а не на 35. А в облике, то есть я сейчас в облике сокрушителя, а в облике разрушителя миров уменьшает время выставления разлома на 6 секунд и его снижает его стоимость на 10 энергии. То есть сейчас у него КД 12 секунд и 10 энергии. Мы берем данный талант и энергии теперь на него затратится меньше. КД, конечно, соответственно, будет меньше. Ну, как видите, 5 секунд. Как раз. 6. Хорошо, дальше. Следующий талант. Следующий талант это у нас Огонь и Ярость, если ты не ошибаюсь, пока что первая пассивная способность. Автоатаки наносят обездвиженным, замедленным и оглушенным героям на 30% больше урона и сокращают время восстановления базовых способностей на полсекунды за автоатаку. То есть, да, на способности это очень хороший КД, но тут в зависимости, как вы билдуетесь на самом деле на самом деле на самом деле Да. Что ж, дальше. Таланты 16 уровня уже в 20-м почти подошли, конечно же, мы проработаем мету. Возможно, одно, возможно, две, потому что смерть открылся для меня очень интересный персонаж. Я могу, конечно, ошибаться, если у вас тоже есть свои мета, ребятки, напишите в комментариях. Я их попробую. Потому что я, например, на пара героев я пользуюсь метами, которыми посоветовали. Они были, они, то есть, моя тоже была хорошая, но я лично пользуюсь, потому что заметил эффективность в этой мета отчасти я не привык. Что ж, это осуществление было. Когда у героя, когда героя получают 702 единицы, прошу прощения, 1 урона от жарчайшего пламени в течение 4 секунд они загораются, получатся еще 219 единиц урона на 4 секунды, а потом, спустя 1 секунду, они взрываются, на себя рядом стоящим союзникам еще 175 единиц урона. То есть, данная способность мы просто очень сильно поднимаем. То есть, они прожглись. Странно, атиш герой. Или надо додержать до конца? А, получает... я понял, я не додержал. я не поймаю талантов, потому что тупый. Тут уже точно очень много. Они должны гореть, но почему-то не горят. Ну ладно. можно опять же, вчера очень сильно лагал ход. Я не отрицаю уже ничего. Что ж, следующий талант шестнадцатого уровня это узрите хаос, приземляясь на героев в облике сокрушителя, либо же разрушителя миров. Снимать открыл уменьшает им наносимый урон на 75% на 5 секунд и также замедляет их на 40%. То есть в любом облике приземляясь, вы, во-первых, сильно их замедляете, на самом деле уменьшайте достаточно предичный имурон. То есть это можно вырывчик сделать, вы летите с базы к союзникам, то есть вы на базе даете затовку вас на всю карту. Это как перекоп или нет, как это тоже так на всю карту здесь забыл. Кроме перекопов есть еще один. Вот то есть это на самом деле плюс. Но сейчас опять же не покажу но его как бы особо показывать нет, просто противники замедляться в разы сильнее минус урон на дом. Это мы встречали, поэтому ждать с героем я не хочу. Ну простите уж. Но на самом деле только не говорите что я там или еще что просто хочу сокращить время обзора чтобы он не был. А если у героев будет это очень получится. Так элементарный панцирь элемент элементивый прошу прощения панцирь при используя тп и мы активируем щита потом они нам сразу же восстанавливаться тюнасу. Ну вот. Вот у нас броня она немного поднялась и она закончится у нас идет хилл и получается сразу дали нам так скажем это чушуя дракона назовем ну это что ж ребятки оставались таланты 20 уровня что же давайте их рассмотрим все сгорят улучшение еще ульты на 20 уровня горящая область от катаризма также замедляет героев на 40 процентов во время ее существования увеличившись на 50 секунд то есть она так существует 6 секунд а будет еще 9 а так будет 9 нет на самом деле много через восстановление давайте я покажу потому что вот как видите ширина стала больше и она несомненно дальше горит следующий талант 20 уровня это явление бога увеличивает урон от приземления в облике сокрушителя или разрушителя миров на 400 процентов также дает бонусы от всех талантов седьмого уровня если я правильно понял этот талант потому что у андуина есть такой же то получается когда мы берем данный талант явление бога мы получаем все эти способности то есть это как было помните да то есть это как с талантом у андуина раньше увеличивал когда хилку на секунду надавал все таланты первого уровня потом там увеличили когда это танцев бессмысленно но на самом деле это много потому что здесь идет нет а седьмого здесь идет и приземление в облике который уменьшает клиническую броню также идет кара тоже плюс еще идет огненная буря независимо что вы возьмете это достаточно хороший талант продемонстрировать я сейчас не пикал как видите это неудобно ну и давайте приземлем вот сразу с метеоритами просто спасибо то есть это очень удобный талант то есть на самом деле он ну на 20 талант брать тут я бы сказал бы спорно как бы с часть на 10 да потому что кд надо уменьшать так как это единственная возможность конечно же замедло сильное но если тут и говорится вариативность у смертокрыла большая вариативность талантов что мне понравилось потому что они помогают подстроиться под пик потому что здесь есть такие где дает много замедла но если у тебя и так много контроля в тиме тебе эти таланты не нужны ты можешь взять какие-то другие надхил на урон это кстати плюс также в обратную сторону это что самое интересное так что ж третий талант это умение ярость сокрушителя в течение 6 секунд после приземления в облике сокрушителя смертокрыл наносит на 40% больше урона а базовая способность на 50% быстрее в облике разрушителя обновляется при обновляется при нанесении урона героя и рассеется при переходе в облик разрушителя миров давайте как бы сюда приземлить надо пытаться скрипач притащить я же маму к ним давайте идите ну короче это будет примерно выглядеть как это нигде не написано я лично просто не помню уж простите а в любом мы сможем приземляться в каком разрушитель дай урон вижу у нас уже увеличивается 22 вот оно еще и броню дается что ж ребята это был обзор на его способности на нашего смерта крыл сейчас мы ребятки проработаем у меня то возможно возможно бюте просите за затяжку но сегодня получился что сбрасывал таланта на мое мнение на первом уровне давать самых таких интересных талант который стоит брать это да это душа дракона и дракония мощь потому что дракония мощь увеличивая автокипа героев вы будете хилить на 30% урона даже теряя броню вы получаете щит очень хороший герой это можно применять когда есть много например магов либо же хорошие автотакеры которые быстро наносят много урона ну по типу самура или дан там трейсер то есть которые реально мажевут сильно валира маев ну вы меня поняли либо же маги это хорош потому что вы можете регениться в бою и вас еще здесь дополнительный сообщит который конечно держится недолго но он дает возможность отставить себя и своих и либо же душу дракона если 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 в вашей теме достаточно потому что если в теме мало контроля данный талант вам особо не пригодится объясню потому что у тебя данного таланта легко потому что вы либо хилитесь испепелением либо же хилитесь лужей лавой так сказать я ее так назвал но выбросом лавы от этих способностей на самом деле можно уйти потому что радиус у него как видите маленький и можно все таки уйти поэтому нормально от регениться мне кажется от лавы хотя вы 150% получаете в два раза больше чем вот тут вот да но то есть эти два таланта ребята вариативные как бы как я сказал поэтому сейчас числа для красоты я беру здесь следующий талант здесь я бы взял бы ну потому что он должен быстро урон наносить я если честно мы берем сразу талант на две способности либо же например на вешку я бы здесь взял бы данный талант очень много урона наносит на самом деле по сравнению со стартом это на самом деле плюс да можно конечно же взять одну способность но вот это мне на самом деле не особо нравится поясня почему да у нас уменьшается пассивно у нас увеличивается урон но нас может отрегенить хил либо же мы можем на некоторое время выйти с вы или еще что и этот урон в баф падает то есть у нас отхил у нас урон у нас уже доп урона нет а так у нас будет в любом случае увеличена урон да и конечно же от этого таланта можно уйти поэтому если не хватает контроля то выбор ваш падает на волну жара либо же на гнев дракона тут ребята ситуация но мне больше всего нравится на самом деле волна жара потому что она дает хороший урон так же ну не все эти таланты нравятся поэтому я буду мету сам прорабатывать ребятки на стриме когда куплю смерто крыло поэтому там уже доработаю мету потому что надо за него поиграть поэтому здесь я сейчас возьму все таки да силу преисподней здесь вот третью способность но ребят кару небесную не рекомендую способность можно взять на самом деле лучше для нашей затовки что на самом деле является более сильным бонусом я вам рекомендую на самом деле взять огненную бурю эти метеориты на самом деле наносит достаточно много урона и если вы приземляетесь к героев они на автонаводке и летят в них на самом деле это достаточно сильно потому что вы можете с базы залететь в замес и еще сразу залет кроме падения вы наносите урон еще метеоритами нанести и начать кастоваться это на самом деле нехило ну да если конечно противников много брони но именно там разного рода энергетической в основном конечно же только тогда берите конечно же смерть пике смертельной пике если такого сильного сопротивления по энергетической брони у противника вы не ощущаете берите спокойно огненной бурой вот здесь честно рик ребят по ситуации потому что рык роскости сырёв он нужен потому что это все-таки это по сути способ это ужас гулдана она всегда нужна поэтому согласитесь и так же кд от разрушения форта и либо же разрушение крепости то есть тоже такая способность просто ну то есть она вот так вот работает то есть у вас будет возможность откодышать вашу до 6 раз но тут уже вы можете сами скушать когда у вас большой кд чтобы откодышить чтобы например там ивент какой-то подходит на карте и надо будет поэтому да сейчас вот сдали я рекомендую сейчас где-то талант да вот либо же уничтожение потому что он увеличение замедления при налете и при раздроме на 6 секунд у него уменьшается кд на разлом и еще энергия меньше то есть это вообще это улучшает данную способность достаточно хорошо и на самом деле несложно попасть если честно это на самом деле легко поэтому мне очень там больше нравится уничтожение но и если у вас много подобных эффектов в тиме ну попалось да то расчетом вас то рекомендую взять это ну много станов замедлали еще что для вас это будет повышен урон это как рейнер когда идет в туз рукаве тут тоже самое здесь вот здесь данная способность как видели она ломеньки не сработало я там тысячу урона нанес но ничего поэтому не могу сейчас ничего сказать скорее всего она забаговалась это спас на самом деле хорошее потому что вы наносите как видите большой урон но это плюс а вот здесь я могу рекомендовать вам узрите хаос потому что здесь щит все таки дается не такой уж большой 30% от недостающего хп то есть у вас недостает 25% от этого количества там хп которая самсума будет например это где-то 800 хп на той сумме 400 вы получаете счета вот так вот это выстраивается и у вас еще минус пластин и плюс конечно идет реген но это вскрыть вы прожмете флайте что малоэффективность это относительность замедла а вот на седьмом ребятки ой прошу прощения на 20 я рекомендую ну даму способность реально ситуационно потому что замедло дополнительно икд ульты плюс согласен она кдшится реально быстро но тут уже вторичный вопрос необходимо ли этого поэтому да здесь я вижу лично явление бога хорошей способностью потому что здесь идет вот этот бонус вот этот бонус а он на самом деле неплохо на 20 он не будет лишним да но это спорный момент можно конечно же взять ярость сокрушителя и в облике сокрушителя наносить больше урона и кдшится быстрее на самом деле что тоже плюс поэтому рекомендую буду задуматься об этих талантах но тут повторюсь по ситуации ну я возьму явление бога то есть видите немножко ситуационные моменты в его способности кстати как вижу манекены кстати их теперь можно уничтожать и я этого не знал и они превращаются с виском мурчали вот что с ребятки а это был обзор на смерть окрыла он занял конечно слишком много времени уж простите но в следующий обзор буду стараться делать как говорится как можно короче он мне герой этот понравился буду себе его покупать на стриме метод будут вырабатывать возможно у вас есть ваши методы пишите в комментариях предлагайте на стриме я ее запишу оценю что ж ребятки а это был обзор на смерть окрыла что ж ребят всем спасибо я сегодня смотрел вам всем до блайн также ребятки не забывайте подписываться ставить лайки кому не прав дизлайки пишите комментарии также ребятки не забудьте заглянуть в описании там будет ссылочка на плейлист группа вконтакте мой твич канал я вконтакте плейлист с другими разорвленными персонажами что же еще раз всем спасибо всем до блайн и всем пока и всем пока